Антон Макарский называет себя однолюбом, ведь уже много лет он женат на Виктории Морозовой, которая старше его на несколько лет. А ведь было время, когда он собирался уйти от супруги по причине ее бесплодия, а та в свою очередь чуть ли не силой возвращала мужа домой. Как им удалось сохранить брак и как выглядят их подросшие дети. Антон Макарский родился в Пензе 26 ноября 1975 года. Родительская семья распалась очень рано, еще до рождения сына. Мальчика воспитывала мама Елена Михайловна. Большого достатка в семье не было, но мальчик всегда чувствовал любовь и заботу близких людей. Когда Антону было 10 лет, мама вновь вышла замуж. Отчим усыновил ее ребенка, Антон стал носить его фамилию Макарский. Актер считает себя органичным сплавом многих национальностей. Его предками были евреи, поляки, немцы и грузины. Будучи лидером по натуре, Макарский всегда стремился занимать первые места в школьных соревнованиях. Вероятно, именно страсть к победе и подстегивала Антона на занятиях в театральной студии, где каждый день он должен был доказывать самому себе и окружающим истинность своего таланта. В 8 лет Макарский впервые появился на сцене Пензенского драмтеатра, его судьба была предопределена, но без упорного труда и таланта ничего бы не получилось. Сразу после получения аттестата в 1993 году Макарский принял решение поступать в знаменитое Щукинское училище. Несмотря на уверенность в поступлении в Щуку, а все вышло так, как и задумывал юноша, Антон также прошел вступительные в двух других заведениях. Свои студенческие годы он шутливо назвал голодными, но счастливыми. Став дипломированным актером, Антон несколько месяцев отыграл в театре у Никитинских ворот Марка Григорьевича Розовского, а потом неожиданно для всех пошел служить в армию. Сначала попал в конвойную роту, но вскоре был откомандирован в академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД, где пригодились все таланты артиста. Он был первым тенором в хоре. К слову, именно вокальный талант сыграет в будущем решающую роль в его творческой карьере. Демобилизовавшись, Макарский долго искал работу. А однажды, услышав о мюзикле «Метро», решил пойти на кристинг. И несмотря на то, что наш герой не был профессиональным вокалистом, он получил главную роль в проекте и вскоре завоевал признание зрителей. К слову сказать, именно во время работы над этим проектом Антон и встретил свою любовь. На съемках мюзикла «Метро» он познакомился с будущей женой, певицей Викторией Морозовой. Это была любовь с первого взгляда. И уже через год пара обвенчалась в одной из церквей, куда была приглашена почти вся труппа мюзикла «Метро». Официально Макарский и Морозова зарегистрировали брак только спустя три года. Правда, в счастливых на первый взгляд отношениях не все было так гладко. У нас шли бои без правил. Два совершенно разных человека, понимая, что они не могут друг без друга, начинают притираться. Бодались очень сильно. Три раза я уходил в первый год. Вика возвращала. Я по старой привычке уходил дней на пять, куролесил, она находила меня, вспоминает те годы Антон, который несколько раз порывался уйти в свободное плавание не из-за того, что разлюбил, а потому что считал себя недостойным Виктории. А та, как мудрая женщина, отбрасывая все свои амбиции, находила нужные слова, чтобы успокоить и вернуть любимого. Она никогда не ревновала Антона к многочисленным поклонницам. У нее была какая-то абсолютная уверенность, что они созданы друг для друга. «Вика меня возвращала всеми возможными способами, причем иногда полностью растоптав свою гордость. Знаете, что помогло нам преодолеть все препятствия? То, что после первого же самого сложного года обвенчались и поняли, что теперь мы – одно целое вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. Несмотря на истинную идиллию в семейной жизни, Виктория Макарская долгое время не могла забеременеть. Детей у пары не было. И они даже начали собирать документы на усыновление. Тем не менее, судьба все же подарила им ребенка. 9 сентября 2012 года супруги стали родителями. У них появилась дочь Маша. В декабре 2014 года стало известно, что Виктория снова беременна. И 31 мая 2015 года у артистов родился сын Иван. Пара проводит вместе много времени. Их объединяет совместное дело. Жена является директором, продюсером и организатором концертов мужа. Супруги часто навещают родственников Макарского, которые живут в Израиле. Кинодебютом актера стала его роль в сериале режиссера Леонида Кулагина-Буровая. Но эта работа не принесла актеру известности. Своим настоящим дебютом Антон считает работу в сериале «Бедная Настя», где он создал образ князя Андрея Долгорукова. Певческий талант актера тоже стал востребованным в фильме. Вместе с Ариной и Сергеем он исполнил здесь музыкальный хит. В настоящее время в фильмографии этого актера 63 работы. Антон часто снимается в сериалах, он сыграл несколько ролей и в полнометражных фильмах. В 2008 году Макарский попробовал себя и в другом качестве. Он озвучивал главного героя в мультипликационном фильме «Приключения Аленушки и Еремы». В фильмах обаятельному красавцу Макарскому часто достаются роли первого плана. Так, в 2016 году он снимался сразу в четырех таких картинах. В сериале «Гражданин никто» актер предстал перед зрителями в образе Георгия Вершбитского, друга главного героя. В картине «Свадебное платье» судьба по имени Любовь Макарский тоже играет главных героев. В последнее время актер уделяет все больше времени семье. Супруги много времени проводят вместе, по-другому у них просто не получается. Два года назад счастливое семейство поселилось в Сергиевом посаде. У них хорошие соседи, среди которых немало многодетных семей. Возле своего прекрасного дома Макарские собираются разбить фруктовый сад, построить зону отдыха с красивой беседкой. Семье нравится жить в Сергиевом посаде, гулять по историческим местам, купаться в святых источниках. Антон даже решился заняться моржеванием. Его поклонники восхищаются фотографиями актера, где он во дворе своего дома лепит снеговика. Интересные факты об актере. Артист является поклонником здорового образа жизни. На одной из пробежек Антон Александрович повредил ногу, врачи диагностировали растяжение. Но боли не прекращались. Для подтверждения диагноза актер обратился к израильским докторам, которые выявили запущенный артроз. Потребовалось хирургическое вмешательство. Артист не любит и не ест рыбу ни в каком виде. Его раздражает даже запах рыбных блюд, тогда как супруга певца Виктория обожает морепродукты. На первый день рождения Антон Александрович подарил своей дочери квартиру в престижном районе израильского курорта Нетания, с видом на Средиземное море. Редактор субтитров А.Семкин